Всем привет! Это тачка из NFS. Для тех, кто еще не знает, что это за проект, объясняю. Мы вначале тестируем тот или иной автомобиль в игре Нетфоспид, а потом мы тестируем этот же автомобиль в реальной жизни. И сегодня у нас, пожалуй, самый культовый автомобиль из самой культовой серии NFS. Это Hyundai Tiburon из Underground 2. Валит ли эта тачка в жизни, как валила в игре? Сегодня мы узнаем. Погнали! Прикольно, сейчас я играю достаточно на мощном компьютере в эту игру. И такая графика, о которой я в те времена мечтал, но у меня компьютер не вывозил. Да, в то время это был прорыв, действительно. Тюнингуем, ставим подходящие диски, оставляем эту машину в стоке. Проблема в том, что разработчики игры, во-первых, допускают то, что тачка дрифтит. И, во-вторых, то, что она очень хорошо типа поддается тюнингу. То есть здесь легко можно сделать тюнинг, и она начинает наваливать. В жизни, конечно, с этой тачкой обстоят дела не так, на самом деле. Абсолютно. Какие сумасшедшие здесь детали, вот эти обвесы, бампера, пороги. Это просто... Это кто их разрабатывал? Кто? Это вообще жесть. Что это за... Что это за расширение кузова такое? Да, раньше то, что мы называли тюнингом, сейчас называется это колхозом. Конкретным колхозом. Вы посмотрите, это неон, диски. Вот это все говно, блин, понавешано. Раньше это казалось, что... О, да. Тюнинганул тачку красивая. Вы ее с разных ракурсов фотоете, и потом ее помещают в игре на обложку журнала. Но сейчас понятно, что вот этот тюнинг из 2000-х годов, это просто... Как я раньше мог так тюнинговать машину? Я вообще не понимаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разумеется, если бы я делал обычный тест-драйв, я бы никогда не взял эту машину на тест-драйв. Почему? Сейчас вы узнаете чуть позже. Но ее не брать было просто не вариант. У многих, у многих ассоциируется вообще вся игра NFS с тюбуроном. Потому что Underground 2, это, пожалуй, самая культовая игра из всех нетфоспиток. Но я не совсем понимаю, нахрена разработчики в игру включили вот это ведро? Я не понимаю. А еще я не понимаю, что движет людьми, которые их покупают в жизни. Я сейчас вам объясню вообще, сколько проблем имеет эта машина. Точнее, даже не проблем, она не имеет никаких плюсов для меня. Она рулится вроде бы неплохо, но в остальном это абсолютное ведрище. Давайте посмотрим под капот вначале. Конечно, там она ассоциировалась как гонка. Это вообще не гонка. Кстати, я думал, что капот и крыша затянуты пленкой. На самом деле нет. Это в стоке так идет. Но это дебилизм, опять же, я считаю. То есть я понимаю, когда карбоновый капот, он отличается по цвету. Но делать в стоке машину вот с таким капотом, с матовым, с черным. Ну, да, может быть, это фишка, конечно, тибуронов. Кстати, это не совсем тибурон. В принципе, это такая же машина, как и тибурон, только это Hyundai Coop. То есть, Coop производился именно для Европы. Для Америки производился тибурон. И Hyundai Tuscany производился для внутреннего корейского рынка. Я реально не заглядывал под капот. Тут, я не знаю, тут что-то Тони Старк поработал или что. Что это за окрас железного человека, блин? Смотри. Блядь. Что это за? Это что? Не, ну кто-то тут явно с юмором был. Ну, реально, железный человек. Смотри, это как будто кубики пресса, да? Серьезно? Ну-ка. А, блядь, она на болтах. Если бы не была на болтах, я бы себе примерил. Как раз, смотри, прям подходит. Вот сюда. Щит такой. Жесть. Что это за движок? Да, это самый топовый движок, который ставился в эти автомобили. 2.7. Это двигатель вообще от внедорожников. Ну, не от внедорожников, а от паркетников. От Санта-Фе и прочий вот этот вот корейский хлам. И, сами понимаете, если он от паркетников, ну, типа внедорожников, он низовой. Разумеется, на верхах он не крутится. Блин, машина на низах еще более-менее едет, но потом она сдувается. Кстати, еще здесь стоит очень тупой автомат. Просто наитупейший. Эта машина, например, вот как вам объяснить, по динамике как Королла примерно. Ну, вот на мой взгляд. Я на ней проехался. Она как Королла. Да, она рулится получше. В остальном едет она ни о чем. Эта коробка, как мне объяснил владелец, она настолько вот тупая, и зря ее сюда поставили. Она сжирает примерно 30% мощности двигателя. Кстати, мощность здесь 160 лошадей. Ну, вы понимаете, да? То есть, если коробка сжирает 30% из этого, ну, тачка становится овощем. Почему ее использовали в игре в свое время? Да потому что она красивая, да. По тем временам, в 2000-е годы, я от нее кайфовал, как и вы. По-любому все кайфовали от этой жопки. И на эту жопу вы чаще всего смотрели, когда играли в игру. Вот, примерно с этого ракурса вы всегда наблюдали тибурон. Итак, мы заверяем разгон на тачке, которую многие в 2000-х годах считали быстрой. Раз, два, три. Сто. По ощущениям, примерно секунд 8-9. Да, не такая уж она и быстрая. Давайте сейчас в игре замерим разгон. Стоим, вот сейчас на стоке я замеряю разгон на стоковом тибуроне. Едем. Вот, 100 км в час. Да. Здесь он реально быстрее почему-то. Ну, реально я думал, что это пушка. Вот в те вот эти, в 2000-е годы, когда я был еще юн, когда я вообще ничего не понимал, мне казалось, да, тибурон, блядь, какая же это пушка. И, разумеется, особенно в те годы, я даже не мечтал, что я даже близко возле нее постою. А здесь, когда я сделал первую серию тачки из НФС, мне предложили сразу пять тибуронов. Понимаете? То есть, владельцы вот так в меня шеварнули их все. Пожалуйста, сними это ведро. Кожа, вот эти сидения, они все потрескались. Ну, понятно, что тачка уже не новая, но даже на ощупь это говнище полнейшее. Это не кожа, это дермантин, но он, причем, очень плохого качества. Ебонизм. Мы случайно, как-то, каким-то образом случайно на Ленинградское, это шоссе Ленинградское? Ну, короче, на платку на Питер выехали, случайно. Уже 200 рублей заплатили в ту сторону, теперь обратно. То есть, чтобы развернуться, мы потратили, потратим сейчас 400 рублей, получается. Она вроде бы рулится, она информативная, но при этом вот это вот ощущение пустого руля есть. Ну, да, в 2000-е годы, видимо, многие производители делали так. Сейчас больше пластика, но здесь мягкая и панель, и обшивка дверей, надо заметить. Может быть, конечно, вот эта вот, сама вот эта типа кожа, она плохого качества, но, по крайней мере, хотя бы мягкая. Вот нет вот этого пластика дерьмового, которым сейчас пичкают все новые машины. Вот это мне, разумеется, нравится. Ну, вот хоть немножечко порадовал владельцев тибуронов. Прямо в 7 километров. Сразу заулыбались, наверное, там, перед мониторами. Такое ощущение, что компания Hyundai в свое время разработчикам игры просто забашляла деньги, и они включили эту машину в игру. Либо то, что разработчики увидели ее красивой, как и мы все, и только лишь поэтому они ее поставили в игру. И хоть убейте, я не могу понять людей, которые покупают эти машины. Владелец этого автомобиля, он очень хороший человек. Вот реально мне хватило 10 минут с ним пообщаться, чтобы понять, что хороший человек. Но все равно не могу я понять его. Нафига покупать такую машину, которая абсолютно непрактичная, и при этом еще не едет. Нафига. Прикол в том, что эта машина, она в стоке, но у нее есть чуть-чуть, чуть-чуть тюнинга, который был присущ именно в те годы. У нее стоит неон, правда он не подключенный, ну подсветка неоновая внизу. Помните, раньше мы все делали этот неон? Зеленый, синий, розовый, там, я не знаю, красный. Все делали неон. Зачем-то спойлер вот этот вот штатный пересобачили. Для чего-то вдвойной выхлоп сделали. Кстати, скорее всего, в Underground 2 вы ее выбирали, наверное, из-за выхлопа, потому что двухствольный выхлоп, это, конечно, интереснее, чем там, ну, например, была Toyota Celica с одинарным выхлопом. Вам нужно было видеть, что Nitro, вот это вот, Nitro, за кислота, что вот так вот, как ракета, вуууу, дует. Это тот редкий случай, когда в игре можно испытать больше кураж, чем в жизни. Это очень редкий случай, потому что до этого, то, что мы тестировали, то есть это 200SX, это RX-8. Да, конечно, на этих тачках в жизни круче прокатиться. А как раз вот, как видите, Бурон, это машина, на которой лучше играть в игре и не знать о ней ничего. Владелец написал, кстати, оптика рестайлинг в круг, если что. Блин, мне кажется, этим уже и не поможешь этой машине. Итак, вот этот движок с окрасом железного человека, ЖЭКа, заливает Супротека. Разумеется, тачка уже не новая, будем повышать ресурс. Кстати, владелец также попросил, и дадим ему еще две банки потом, чтобы провел он и вторую, и третью стадию. То есть, вообще, нужно уже три стадии проводить, но мы сейчас пока первую проведем, через тысячу он поменяет масло и сделает вторую потом стадию. Три, кстати, баночка под цвет движка. Сейчас будем наваливать по-жесткому. Сейчас пристегнусь, подожди. Да ты завязывай, я же пошутил. Тут только штаны можно навалить, и то от скупки. Нет, ну звучит, кстати. Да, у нее... Она как фальшивка, понимаете? То есть, она звучит, она выглядит неплохо. Смотри. Ну, как будто спорт прям. Вот я помню, я на ней постоянно гонял по ночному городу. Вы помните там? То есть, по-моему, там даже не было телепортации. То есть, нужно было... Забиваешь точку в навигаторе, и едешь к тому или иному событию в игре. По ночному городу. И сегодня мы воссоздадим всю ту атмосферу и прокатимся по такой же дороге, как и там. Да, тут особо-то разгоняться тоже не очень хочется, потому что АБСК не работает. Если придется экстренно тормозить, Юзом пойдет прямо вот в этот отбойник. Да нет, знаете, я бы к ней не придирался, на самом деле, к этой машине, если бы, если бы это было не купе. Если бы был этот седанчик дешевый, я бы не придирался. И также я бы не придирался, если бы этой машины не было в НФСке. Я не знаю... Ай, что я говорю? Я хотел сказать, что можно, может быть, свапнуть, да? Но смысл какой свапать? Тут вообще настолько много работы. Эту машину даже не свапнешь. Да, прикручивает турбины. Но крына нужна на переднем приводе, это мощность. Я вообще не понимаю. Вот серьезно, я никогда не понимал людей, которые вбухивают большие бабки на тюнинг переднеприводной тачки. Зачем? Для чего? Вы не получите от переднего привода ничего. То есть передний привод в дрифте, разумеется, нет. Никак. В драге передний привод также ни о чем. Потому что в драге даже нужен либо полный привод, либо задний привод. Да, конечно, участвуют на переднем приводе в драге, но это всегда в драге такой класс переднеприводных тачек, которые всерьез не воспринимают, на мой взгляд. То есть передний привод это настолько хрень полная. Если речь идет об автоспорте, да, конечно, передний привод, как разработка человечества, это, конечно, круто. Ну, в плане, допустим, для города, для малолитражки, подходит. Вас не заносит зимой. Для девушек подходит передний привод. Ну, для спокойных девушек, потому что есть же и те, которые их тоже любят понаваливать. А, сейчас девчонки обидятся, скажут, а что значит, значит, девушки все такие ездят только на овощах, на малолитражных. Нет, разумеется, то есть вы поняли, да, для чего нужен передний привод. Но делать околоспортивную тачку на переднем приводе я вообще не понимаю прикола. Серьезно. Я надеюсь, вы со мной согласны. Рулится она хорошо, не спорю. Нормально она рулится. Не кренится практически. В поворот хорошо входит. Мне нравится, как она, вот именно рулежка мне очень нравится. Вы же понимаете, когда я тестирую автомобили на заднем приводе, я кайфую от них, и я хочу на них все больше и больше кататься и рассказывать вам о них. Делиться с вами той эмоцией, которую я переживаю в тот момент. Но сейчас нечем делиться, серьезно. То есть я прокатился, а полезность этого видоса есть, на самом деле, очень большая. Потому что я говорю, вот наконец-то многие из вас, возможно, поняли, что вас наебали, разработчики игры, нет вас спит. Все. На этом всем пока.